Всем привет, мои дорогие! Я вас очень рада видеть на своем канале Нафиса Уфа. Будут разные темы. И сначала я хочу показать вам новую сумку, которая пришла мне из интернет-магазина Banggood. Banggood – это китайский интернет-магазин. Ссылку я оставлю в описании, это в инфобоксе. Заходите, смотрите. Огромная категория товаров – электроника, гаджеты, аксессуары, одежда, обувь и то, что сегодня покажу, конечно же, сумки, бюджетерия и многое другое. Вы это можете посмотреть, пройдя по ссылке, которая будет, еще раз повторюсь, в описании на интернет-магазин Banggood. Ну что же, давайте приступим. Сумка мне уже пришла давно. Очень холодно, охота одеться потеплее и потемнее. Но скоро же лето, и охота что-то яркое. Я очень люблю вот такой цвет в одежде, в аксессуарах, бюджетериях. И, ну, почти по цвету я заказала сумку. Давайте рассмотрим эту сумку сначала вот так, а потом мы посмотрим его поближе и перейдем на формат рука камеры. Это лакированная сумка. Пришла мне сумка по цвету та, что я заказала. В ассортименте именно данная сумка разных цветов. Это тоже я вам покажу. Мне нравится и цвет сумки. Мне нравится форма сумки. Я очень люблю сумки, которые держат форму. Я с собой ношу постоянно мой планшет. Так что безумно довольна. Вот такие здесь ножки. И здесь есть надпись. Я еще бумажки не убирала, вот эти вот. И я очень люблю блестящее и что-то шуршащее, что шевелится в сумках. Брелки разные, висюльки. Поэтому, конечно же, я при выборе обращала на это внимание. Так что, если вам интересно, давайте оставайтесь со мной. Я вас приглашаю. Я вам благодарна, что вы смотрите мои влоги, мои обзоры, что пишете комментарии, ставите лайки. Давайте посмотрим. Ссылку на сумку я тоже оставлю. Так что давайте приступим. Замечательная сумка. Качественная. Довольно очень, что пришел именно тот цвет, который я заказала. Отличная форма. И сумка, которая держит форму. Не люблю я сумки, которые как мешки. Ну что же, давайте рассмотрим сумку поближе. Здесь вот такой вот небольшой карман. Давайте попробуем, поместится ли мобильный телефон. Небольшой такой обычный. Все, самый раст. Все для моего мобильного телефона. Давайте дальше посмотрим, как это все здесь выглядит. Здесь, когда замок открываем, такие вот вставки. Внутри сделано два слоя. Это такая ткань, как подкладка, пальто, куртки. Очень качественно, сразу видно, шито с двух сторон здесь. Внутри карман. Здесь очень даже хорошо. Я буду носить свое удостоверение. Давайте посмотрим, как это все тоже блокировано. Ну, шито, конечно, очень классно. Не показать. Внутри еще вот такой вот карман. Здесь хорошо с собой носить паспорт. Вот это вот здорово, конечно. Так. И самое интересное, конечно же, я удивилась. Здесь то, что я думала, когда замок открываешь, то вторая часть тоже отдельный карман. А здесь, оказывается, можно и с той стороны туда, и с этой стороны сюда. Вот это вот, конечно же, интересно. Очень даже интересно. Но карманов достаточно, как я люблю. Тоже здесь открывается с этой стороны. Я руку вот так вот просуну, все видно. И вот здесь вот на замке есть карман. Смотрите, как качественно это сделано все. Ткань очень хорошая. Это надолго. У меня такого же плана, прямо почти так все сделано. Натуральный кожаный рюкзак. Давайте посмотрим, как поместится планшет тоже. И посмотрим, еще один карман есть. Здесь еще есть один карман. Или здесь буду носить мобильный телефон. Так, здесь что у нас? Ну, карманов довольно очень много. Один, два, три, четыре, пять. Давайте я покажу, как планшет помещается. Чушь, я закрыла. Вот такой у меня планшет. Десять дюймов правильные называется, да? Наверное, так. Да, и я прямо в восторге от того, что она помещается. Все. Если у меня планшет помещается, для меня я не знаю. Сумка просто идеальная. Красивая. Лакированная. Все качественно сделано, сшито. Я нареканий никаких не вижу. Такая вот, еще раз покажу, надпись. Пыль. Ручка. Крепления вроде. Крепкие. Ну да, вот я же говорю, напоминает мой рюкзак. Очень хорошие крепления. Ремешок хороший. Такие здесь. Под золото. Очень крепкий ремешок. У меня кольцо аж под цвет сумки. В общем, это надо показать издалека, как все выглядит. Давайте вот так вот посмотрим. Красное вино. Черный. И вот мой королевский синий. Ой, как я люблю эти синие королевские. Васильковые, голубые. Лимонный желтый. Мне как-то не то. Мы выбирали с дочкой. Алия тоже остановилась на королевском синим. Розово-красный. Выбирала между красным вино. Вот так вот. jur rehearsал. Видео. Вот так вот. Оiso. Вот так вот. Иначе здесь. Да, вот так вот синим. Иначе здесь нужно только так вот с ангелы, иначе здесь нужно только вот так вот это. что же мои хорошие всем спасибо за внимание и хочу еще добавить что вот такая вот надпись даже надпись что и внутри сумки вот сейчас цвет прямо хороший такой поэтому еще раз покажу я так понимаю что эта сумка фабричная китайская но фабричная качество просто не знаю я влюбилась девчонки с удовольствием хотя я свой рюкзак тоже очень люблю но солнечные дни с легкой какой-нибудь одеждой конечно же я буду с удовольствием носить сумку из интернет-магазина бангут спасибо бангут за такую прекрасную сумку всем привет мои дорогие я вас очень рада видеть на своем канале написал фа было в запросах еще раз вспомнить что послужило мотивацией что я выбрала диету и не осталось при своем прошлом сказать весе почему я решила стройнеть и похудеть чтобы быть привлекательной чтобы быть молодой чтобы быть здоровой я на диете с 13 августа я этот день прекрасно помню потому что я к этому дню готовилась 13 августа 2018 года сайт дюкан насчитал мне шесть дней атаки и до марта месяца чередование и закрепление до сентября месяц март как раз у меня было минус 22 килограмма чему я была безумно безумно рада закрепление я прошла и сентября месяца получается я не на диете на стабилизации держу свой вес но стабилизация это не означает что все закрепили ура можно все кушать сладости мучное бургеры киофси макдональдс пиццу жирные жареные нет это означает что вы всю жизнь если вы хотите быть стройной необходимо придерживаться данной диеты хотя бы белково овощные дни как на закрепление или перейти на правильное питание или на любую другую диету потому что именно на белках нельзя ни в коем случае долго сидеть прежде чем вы будете выбирать диету готовьтесь к тому что все равно нужны средства потому что белковые диеты это означает что у вас холодильнике в морозильнике всегда должно быть мясо много мяса рыбы творога молока яйца а сейчас это не очень дешево также необходимы витамины которые тоже стоят очень даже не дешево повторюсь в аптеках если выбирать самые дешевые к примеру рыбий жир то знаете ну не то будет выбирать нам надо качественного омегу проконсультироваться с терапевтом через терапевта необходимо взять направление на анализы сдать анализы кровь мочу и конечно же желательно пройти узи почек у меня все хорошо было до этого и сейчас я проверялась я сдавала даже через полгода опять пошла сдала анализы объяснила своему терапевту потому что сейчас даже просто направление взять на анализы нужны причины вот такой у меня был старт были ли у меня срывы да был у меня срыв очень такой тяжелый срыв был у меня после первого февраля так как 1 февраля 2019 года скончался наш папа и когда я объяснила мне даже кто-то писал это вы ищете повод вы ищете причину отговорку своему срыву но извините меня а я что должна была веселиться у меня не было желание готовить что-то для себя я что-то ела что-то покупали полуфабрикаты что-то готовое что-то не хотелось а диета означает что всегда всегда наперед на три дня должно быть все готово чтобы не было срывов и вот у меня произошел срыв из-за все-таки вот этого горя из-за того что я не была готова тогда меня не поняли подумали что это отговорки но потом я все продолжила но если считать с того времени что я сбросила минус 22 килограмма с марта месяца то уже больше года но если взять именно закрепление по правилам дюкана но то почти скоро будет год и в итоге за это время у меня три с половиной килограмма но снимая для вас влоги готовлю что-то диетическое легкое и сама же питаясь этой едой даже муж и мои дети у меня минус один килограмм сейчас мой вес почти 68 килограмм я не отчаиваюсь я не ощущаю себя толстый поэтому я слежу за собой я смотрю на себя в зеркало и вот мы дошли до мотивации что же послужило для меня мотивацией открою секрет даже может об этом я говорила и даже говорила это вы мои дорогие вы вы были рядом со мной вы меня поддерживали ради вас я сначала начала стройнеть так как мне было стыдно снимать для вас обзоры предлагали мне сотрудничество началось все с интернет-магазина любимый василёк с которым мы почти два года сотрудничали а тогда я носила пятьдесят четвертый тире пятьдесят шестой размер одежды особенно это касалось у меня нижней части потому что вы смотрите мои примерки у меня бедра широкие конечно же вы мои дорогие поэтому я очень очень вам благодарна вы смотрели мои обзоры вы каждый раз меня хвалили видели того что я меняюсь не только телом но и внешностью вы говорили что я выгляжу молода что мне нету 40 лет кстати в этом году мне будет 41 год ну как если не похвалить у меня зовут именно у женского пола появляется какая-то гордость гордость за себя потому что да оказывается я могу я могу быть красивый внешне сейчас речь не о внутренней красоте может кто-то скажет что не важна внешняя красота важна внутренняя красота сейчас идет речь о диете о мотивации о во внешней красоте телом лицом всем потом когда уже вы мне дали мотивацию я начала на себя по-другому смотреть в зеркало это вторая мотивация я начала видеть свои изменения это послужило еще мотивацией третье конечно же это мотивация моя семья но от семьи знаете я никогда не слышала упреков я никогда не слышала и думаю что не услышу от мужа упреки что там торчит там жир там не то там не сяк не знаю муж говорит что я всегда красивая все были мотивации вот девчонки вы спрашиваете да найдите цель моя цель была видео обзоры снимать примерки одежды косметику уходовую даже отправляет мне вот сейчас тоже жду уход за волосами а его же надо как-то показать а диета-то способствует этому применение витаминов волосы становятся крепче блестят мои волосы смотрите как отросли ногти я все все заметили я больше года уже наверное ну даже может я совру меньше года я не наращиваю ногти зачем мне их наращивать если у меня свои ногти крепкие это все благодаря витаминам здоровье я забыла 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 что такое давление забыла самое главное что такое боль в ногах этому девчонки совет цель найдите цель и говорите я хочу быть красивой я хочу постройнеть я должна постройнеть найдите группы фотографии вот у меня группу дюкан столько мотивации фотографии вот таких полных женщин которые на два раза больше меня были остались сейчас намного меньше тоньше чем я вы представляете вот это листаете килограмм то на весах видно и думаете а на весах нет так не пойдет почему они могут а я не могу я тоже могу конечно могу поэтому цель конечно же чаще больше смотрите в зеркало на свое отражение и вы все сами поймете что все пора примерьте что-нибудь такое красивое мне кажется если вы набрали вес раз вот у меня спрашивают некоторые да получается же они набрали вес а у вас наверное висит какая-то красивая одежда а у меня то в итоге тоже так же было остались то две блузки один пиджак и две брюки потому что носить то нечего было а денег тоже немного хорошо вот сейчас огромное спасибо любимому васильку верхней одежды верхней именно да потому что брюки как у них не ношу узкие более такие спортивные поэтому да брюк там нету но верхняя одежда все я вообще не беспокоюсь насчет этого вот вот эта кофта у меня тоже из интернет-магазина любимый василек 48 размера просто обожаю я называется туника для меня задел как-то блузка обожаю эту блузку я вообще очень люблю такой цвет у меня даже вот сегодня колечком такой вот у меня фаберлик такой вот и серьги у меня от компании эйвен кстати и помада у меня эйвенская это жидкая матовая помада вот такая отлично вообще карандаш для губ плюс вообще не растекается целый день целый день поэтому еще конечно же любите себя когда смотрите в зеркало я сейчас всегда так делаю я смотрю зеркало и говорю я красивая все-таки какая же я красивая иногда такая смотрю красивые можно меня так смотрят его очень красивые что ли красивые красивые любите себя всегда говорите что вы красивые понимаете вот так бы себя полюбить и вам охота будет быть красивой а насчет того что именно кушать что где рассчитать рассчитывает официальный сайт дюкана есть очень много групп вконтакте где вы можете все прочитать теперь уже новшество теперь уже на диете совсем по-другому не так как у меня было с ноября 2019 года очень много обновлений теперь даже можно некоторые фрукты зеленые бодни при хорошем отвесе в общем некоторые цельнозерновые макароны цельнозерновая мука и это намного легче вы понимаете это с удовольствием вот я вам показала сколько рецептов цельнозерновой мукой с крахмалом я еще хочу вам тортик показать такой легкий но он очень вкусный может на вид не такой красивый будет но из цельнозерновой пшеничной муки поэтому если есть вопросы вы что-то не поняли у меня инстаграм я оставлю ссылку здесь тоже пишите спрашивайте еще раз повторюсь ставьте цель посмотрите в зеркало посмотрите сначала не сразу на себя любя если вы будете влюбленными глазами на свое отражение смотреть то вас никакой мотивации не будет вы не сможете вы не вытерпите вас сразу будет срыв посмотрите 7 на себя критично понимаете оцените себя со стороны как будто оцениваете не вы вот тогда все поймете а когда уже пойдут минус килограммы глаза более яркими станут чочки упадут плечи чуть чуть меньше бедра живот лицо засияет вы тогда себя начинаете хвалить вот тогда вы уверенно до конца дойдете до своей назначенной цели надеюсь я была полезна всем спасибо обязательно буду стараться влоги снимать конечно у меня отпуск еще одна неделя с 1 июня на работу но я думаю если у меня кстати девчонки насчет мотивации я три обзора три влога сделала у меня падает мотивация вы представляете у меня падает мотивация просмотров то нету и комментарии только мне пишут пишут только те кто со мной уже несколько лет те кто постоянно мне пишут спасибо я вообще я мужу всегда это говорю я их уже наизусть знаю я уже знаю кто мне напишет у меня проходит мотивация снимать обзоры поэтому вот так вот получается и и в жизни если к примеру взять диету ну что же пока наверное все может еще об этом поговорим может и после отпуска я буду хотя бы раз в неделю продолжать снимать влоги